Привет всем Звёздным Войнам Галактики, вы на канале Павла Ларина. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, какие деньги использовались во вселенной Звёздных Войн? Что же представляют из себя так называемые галактические кредиты и почему они всё же не были распространены повсеместно? Да и вообще, какова история и современность денег в Звёздных Войнах? Эти и многие другие вопросы касательно галактической валюты я, да и, наверное, многие из нас с вами задавали себе хотя бы раз, а потому немного странно, что до сих пор на Ютубе не найти видео с подобной темой. Что же, пора исправить это положение. Итак, друзья, приготовьте себе любимый напиток и давайте же рассмотрим всё, что вы хотели знать о деньгах в Звёздных Войнах, а может даже немного больше. Ну а перед началом видео небольшая реклама, посвящённая одному из моих знакомых блогеров-звшников по имени Корри Бан, снимающего очень интересные видео на очень интересные темы, используя очень интересный и очень глубокий голос, который придаёт его каналу особенный шарм. Ссылка на его канал дана в описании. Не забудь подписаться, он будет очень благодарен твоей поддержке. Ну а с чего же началась история денежной системы далёкой-далёкой галактики? Вполне логично предположить, что на многочисленных планетах вселенной Звёздных Войн появление денег было очень неоднородным. Где-то народы, населявшие эти планеты, использовали безналичные системы расчёта, то есть электронные карточки, а также, в принципе, различные виды электронных денег. А где-то, как в далёкой древности, за многие тысячелетия до начала событий фильмов, так и даже в эпоху действия Войн Клонов и воцарения Галактической Империи, до сих пор использовались примитивные монеты, купюры, иногда и вовсе обычные слитки металлов, будь то золото, серебро или золотоподобный ауродиум, широко использовавшийся, к примеру, во времена знаменитой Холодной войны между Галактической Республикой и Империей Ситов, чуть менее чем за четыре тысячи лет до событий фильмов. Интересно указать, что этот металл был настолько ценным, что небольшой мешочек с монетами или слитками из него мог стоить сотни миллионов, а иногда и миллиарды кредитов. А учитывая, что многие богатые семьи вроде Органа украшали свои дома ауродиумными статуями, а Палпатин имел ауродиум в составе своего светового меча, нетрудно догадаться, насколько был велик разрыв между бедными рабочими, даже в эпоху роботизации, вкалывающими где-нибудь на картузисных шахтах, и аристократами, десятками тысяч лет накапливающими свои богатства и настолько оторванными от реальности, что один их костюм порой стоил дороже целого небольшого городка. Особенно этот разрыв, кстати, был заметен в так называемом корпоративном секторе, полунезависимом от Галактической Империи регионе, где, по сути, поощрялось долговое рабство, и это считалось нормальным, как, впрочем, и уничтожение экосистем целых планет ради добычи ресурсов. В этом деле власти корпоративного сектора были, наверное, еще более дерзкими, даже чем Таркен или Палпатин. Впрочем, даже они, обладая огромным богатством и властью, не были первым игроком на Галактической финансовой арене. Как многие из вас наверняка догадались, большими папочками большой галактической политики были банкиры из межгалактического банковского клана, основанного планете Мунилинст, ставшей финансовым центром всей галактики, во многом соперничая даже с Корусантом в богатстве и значимости. Именно межгалактический банковский клан учредил валюту под названием Кредиты, о которой наслышан, наверное, каждый фанат Звездных Войн. Валюту, которая по законам Галактической Республики и была основным платежным средством на любой планете, космической станции или корабле, подчиняющемся Галактическому Сенату. Введение новой единой валюты позволило решить множество проблем, при этом оптимизируя межзвездную торговлю и упрощая жизнь многим квадриллионам жителей Галактики Звездных Войн, которые теперь могли получать зарплату на одном конце галактики и тратить её на другом. Впрочем, далеко не все планеты оказались затронуты этими изменениями. Так, на планете Татуин сперва кредиты в ходу были, но после ухода с планеты республиканских шахтёров постепенно вышли из употребления, вновь заменившись местными валютами вроде Вупи-Упи, а также различными видами хадских денег. И да, таких планет, которые не присоединились к системе кредитов, были многие миллионы. Впрочем, и они из галактической экономики полностью выведены не были, поскольку к тому моменту в галактике уже сложилась система использовать в качестве основы Бартера так называемые кристаллы Нова, отличающиеся большим количеством содержащейся в них энергии, а в некоторых формах даже являющиеся взрывоопасными, выступая неким аналогом нашей земной нефти. К слову сказать, некоторые богачи даже делали себе из кристаллов нового украшения. На мой взгляд, это немного странно, ведь по сути это то же самое, как если бы в наше время кто-нибудь натирал себе ботинки бензином для красоты. Если хотите, выразите свое мнение в комментариях по этому поводу, хотя лично я думаю, что все же в украшениях использовались какие-нибудь невзрывоопасные версии этих ценных зеленых кристаллов. Возвращаясь к теме кредитов, они, как многие уже знают, выпускались в нескольких формах. Как в сериалах «Повстанцы и Войны Клонов», так и непосредственно в фильмах мы могли видеть как электронные, так и, если можно выразиться, физические, то есть монетарные или слитковые формы кредитов. В то время как с физической формой кредита все очень просто, ведь это были просто монеты из драгоценных или полудрагоценных металлов, то вот электронные кредиты по всей видимости отличались большим разнообразием. Как правило, в таком случае к непосредственно денежным средствам можно было получить доступ, обладая так называемыми кредитными чипами, выпускаемыми в самых различных формах, размерах и видах. Они были и плоские, и объемные, и квадратные, и прямоугольные, и даже бесформенные, а в некоторых случаях, как нам известно, использовались и вовсе кредиты-кубики, которые, скорее всего, по виду напоминали наши земные игральные кости. Первая ассоциация, которая каждому из нас, скорее всего, приходит в голову при виде кредитных чипов, это наши родные, земные и всем хорошо известные дебетовые и кредитные карты, которыми Джордж Лукас, собственно, наверняка и вдохновлялся при создании концепта кредитов, как внутригалактической валюты. Хотя стоит заметить, что слово кредит уже в 80-е стало неким мемом, и идея межгалактических кредитов могла быть взята Лукасом откуда-нибудь еще, как и идея тех же бластеров, к примеру. Так вот, в то время как некоторые из кредитных чипов действительно использовались аналогично нашим земным кредитным картам, то есть выступали некоторым, если так можно выразиться, пропуском, привязанным к личному банковскому счету, то вот другие выступали как некие самостоятельные хранители информации, вероятнее всего для того, чтобы кредиты можно было считывать даже в тех далеких местах, где не было подключения к Голо-нету. По сути, каждый чип был, если так можно выразиться, самостоятельным мини-отделением банка, который каждый мог положить себе в карман. Поэтому-то мы и видим, как в фильмах, так и в сериалах и играх вроде «Рыцари Старой Республики», что кредиты очень часто передаются не через какую-либо облачную сеть, а по старинке, прямым подключением, а то и вовсе передавая непосредственно чипы из рук в руки. И да, у многих наверняка возникал следующий вопрос. Если каждый чип – это свой собственный банк, то что мешает какому-нибудь хакеру взломать этот самый чип, находясь где-нибудь на далекой планете, где банковский клан не сможет отследить нелегальное изменение денежного счета? Так вот, каждый чип был снабжен системой самоуничтожения, и любая несанкционированная попытка изменения суммы могла активировать этот самый механизм, в результате чего чип сгорал, а неудавшийся хакер получал себе в руки пустышку, если вообще не ожоги. Как же эти самые кредиты попадали в экономику? Ну, этого никто точно не знает, но судя по многочисленным источникам, мы можем сделать вывод, что новые кредиты в денежный поток вводили те же самые существа, которые их когда-то изобрели. Банкиры из межгалактического банковского вклада, дающие многочисленные займы самым различным субъектам, многие из которых порой даже воевали между собой, к примеру, Галактическая Республика и Конфедерация Независимых Систем. Палпатин, будучи большим другом крупных банкиров, дал банковскому клану еще больше автономии. И тот, скорее всего, стал еще более интенсивно создавать деньги буквально из воздуха, вызывая инфляцию, из-за чего друзья Палпатина становились еще богаче, а вот простые люди страдали. Впрочем, и после появления на галактической арене Новой Республики мало что изменилось. Межгалактический банковский клан как был спонсором множества войн, так им и остался. А галактика хоть и стала немного лучше, но этого было недостаточно для кардинального изменения ситуации. Ну что же, а на этом, я думаю, мы будем подводить наш обзор денежной системы далекой-далекой галактики к своему логическому завершению. Большое спасибо лично тебе за просмотр. Не стесняйся писать комментарии и лайкать комментарии других людей. И как говорили древние, позволь силе идти с тобой. Всегда.